На входе в здание администрации депутатов Ивановской городской думы встречает девушка с плакатом. Поводом для одиночного пикета стал один из вопросов повестки пленарного заседания о назначении спецмест для встреч депутатов с гражданами. По мнению активистки, правовая норма усложнит процесс общения населения с народными избранниками. По предварительной заявке они должны будут подать заявку за пять дней на администрацию, согласовать это все. То есть им после согласования будет предоставлено либо не предоставлено место. Если оно занято, то определенные места будут муниципальные, которые только у нас городские. Девушка убеждена, что происходящее – очередная попытка партии власти усложнить жизнь остальным депутатам. Ситуация, по ее мнению, напоминает митинги оппозиции, место для которых в Иванове на красной талке. Так и депутатам администрации в перспективе запретит встречаться с электоратом в свободном формате. Если у нас депутатам будут запрещать встречаться с народом, зачем нам депутаты нужны? То есть давайте просто будет верховодить у нас, так скажем, одна сплошная администрация. То есть если у нас депутаты идут под администрацией, а не народы. То есть у нас депутат – слуга народа, а не слуга администрации. И согласований здесь априори никаких не должно быть. Несмотря на пикет, городская дума приняла проект решения. Пояснили, что это требование федерального законодательства – сформировать гарантированный перечень помещений для работы депутатов. Естественно, парламентарии никаких ущемлений прав граждан в новых правилах не видят. Для граждан я могу совершенно официально заявить, что проект не направлен на ограничение прав депутатов, поскольку мы сами являемся депутатами и принимаем это решение как для депутатов Государственной думы, так и для депутатов Областной думы и депутатов Ивановской городской думы, которые желают провести встречу на территории городского округа Иваново. Зампред городской думы пояснила, что никто не запрещает депутатам встречаться с населением там, где хочется. Это могут быть дворовые территории или помещения. Уведомлять при этом администрацию не нужно. Речь идет о предоставлении помещений, находящихся в муниципальной собственности. Этим решением предусмотрено, что администрация города Иваново должна установить этот перечень помещений. Исходя из этого перечня, любой депутат может воспользоваться помещением для того, чтобы провести встречу с избирателями, отчитаться о своей деятельности. Представить себе ситуацию, в которой депутату не позволяют встретиться с народом, довольно сложно. История, когда до избранника не достучаться, пожалуй, гораздо реалистичнее.